Так, Кесарю Кесарева пишет, да, ну да, Кесарю Кесарева, а если прикажут убить всех младенцев? А если Кесаря объявит безбожие и станет преследовать верующих? Где грань, когда надо смиренно отдавать Кесареву, а когда начинать сопротивление во имя спасения душ? Может быть, я неправильно понимаю смысл этой фразы, поясните, пожалуйста, что не так? Спасибо, Максим. Ну, вы, конечно, Максим, правильно понимаете все, но несколько гиперболизируете это все, усиливаете до бесконечности. А вот если там, значит, Кесарь прикажет убивать младенцев, там вообще, где говорится про Кесарю Кесарева, там про деньги говорится в основном. Там дайте медсату, там эту злотницу, там чей образ надписание, там про денежку говорится. Нужно подать, платить или не надо? Потому что именно в контексте истории еврейского народа, например, злоты, так называемые ревнители, они говорили, никаких подать язычникам. Никаких. Как это мы деньги будем дать язычникам? Подать только на храм. А царь только Яхвы. И больше никто. Какой там Кесар еще царь? Нет такого царя у нас. У нас царь, вот, живущий на небесах, это наш царь. А подать наши только на храм. Они за это готовы зарезать любого, кто не согласен с ними. Поэтому они и спросили, Кесарю давать денежку или не давать? Он про деньги и про налоги говорил. И Господь говорит, да давайте вы Кесарь, там же Кесарь нарисован, Кесарю давайте. А вы сразу, понимаешь, там всех поубивать, там что-то там такое. Ну да, бывают Кесарь, ну типа там был у нас такой Кесарь Ленин, который земля не принимает до сегодняшнего дня. Ну вот, потом был Кесарь, кто там, Сталин, вот, который там давал разные басурманские приказания. Ну и неверующие делали, верующие не делали, там, или пытались уклониться, спрятаться, скрыться от власти. Там в злые времена нельзя лезть на высокие должности. Если страна безбожна и власть безбожна, то когда ты лезешь наверх и хочешь сделать себе карьерный рост, ты неизбежно попадаешь под пресс безбожных приказов, безбожных повелений. И ты как бы, а как мне поступать? А я замминистра, например, там, в какой-то отрасли, а мой министр, например, там, хочет вот это сделать. Это будет вообще полный швах там, или для лесного хозяйства, или для водного, или для пенсионного, допустим. А я уже его помощник. Не что, с работы увольняться, не хочу эти безбожные приказы исполнять. Вот ты будешь стать перед дилеммой. Либо исполняй, будешь вместе с ним безбожником отвечать за это все будешь, либо уходи. Поэтому в безбожные времена лезть наверх очень опасно. Лезть наверх нужно, когда все хорошо, более-менее. Когда у людей совесть есть, когда у людей закон Божий в голове есть. А так ты будешь перед дилеммой. Поэтому в злые безбожные времена все совестливые люди старались работать лифтерами, дворниками, слесарами, плотниками, водопроводчиками, где-то пониже, чтобы тебя в партию не заставляли вступать, чтобы ты там как-то заныкался, как бы так, и жился спокойно. И чтобы не делил ответственность за все происходящее с теми, кто наверху. Так что действительно могут дать тебе приказ, там, что-нибудь там злое сделать. Но для этого тебе не придут, не скажут. Что-то тебе прям позвонят, тебе прям с Кремля, там, что приказы тебе отдавать. Это нужно быть, например, в структуре спецподразделений, там, каких-нибудь, там, специальных государственных служб. Куда-то залезть наверх, там, высоко, там, где строгая секретность у документов, там, где не разглашаются государственные тайны, как бы. Ты выполняешь какую-то ответственную работу, которая, может быть, не сочетается с заповедями божьими. Ну, ты уже залез туда, там уже, ну, решай. Раз залез, так там и решай. А такой простой вот человек, ты и я, там, какой-нибудь студент, там, какой-нибудь, не знаю, фрилансер, какой-нибудь, там, не знаю, там, разносчик пиццы, как бы, кто ему будет давать приказы убивать младенцев? Зачем тут гиперболизировать все это так ужасно? Здесь речь только о денежке, как бы. Надо платить или не надо? За парковку нужно платить? Нужно. Ну, и плати. А за свет нужно платить? Нужно. Вот, плати. А за это нужно платить? Нужно. Короче, тебе деньги забирают, кесарь? Надо платить? Надо. Смиряйся, и все. Вот об этом и говорит данная Евангелия. А преступные приказы, там, всякое такое, это... Ну, в армии вообще надо, это опасное понятие преступный приказ, потому что в армии нет преступных приказов, а в армии есть приказ. А там уже отвечать за неправильный приказ должен, кто-то его отдал. Поэтому мы и говорим, например, что мы же не знаем имени ни одного солдата, который убивали вифлеемских младенцев. Им дали приказ, значит, вот регион, в котором, возможно, находится маленький Христос, значит, вот заходите и режьте там всех подряд, там, кто сиську сосет. И ниже, до самого младения. То есть от трех лет и ниже, или там от двух лет и ниже. И мы не знаем ни одного солдата, который это делал по имени, то есть его не заклеймила история, как злодея, как негодяя. А Ирода заклеймил, то есть Ирод, виновник этого всего, то есть он дал приказ. Приказ, там, скажем, преступный. Но солдат, ну что солдат? Солдат. Это такое дело. Так что не залазьте туда, куда вас, как бы, значит, вас пока никто не тянет вас туда, в эту глубину. Жизнь наша простая, и от нас никто ничего преступного не требует, слава Богу. Если потребуют, тогда надо будет решать. Скажи, подпишите вот эту кляузу, для того, чтобы мы осудили вот этого человека, там, или выгнали его с работы. Вот, и вот перед вами дилемма, как бы, или мы выгоним вас с работы, или поменяем вас местами. Вот, будет дилемма. Там, или еще что-нибудь такое. То есть такие нравственные выборы у человека возникают. Вот. Но нечасто, кстати, я должен вам сказать. В данном случае будем спокойно думать о том, что конкретно этот вопрос был посвящен налоговой системе. Надо платить кесарю. А Богу отдать все остальное. Спасибо. Продолжение следует...